Здравствуйте! Это видеоотчет после трех месяцев сеансов с Давидом. Я хочу рассказать о наших изменениях. Изменения есть, изменения самые замечательные. Одно из них это то, что ребенок стал хорошо показывать части своего тела. Говоришь, Дима, где глаза? Он показывает глаза. Дима, где нос? Нос, губы, губы, уши, уши, спина. В общем, все-все-все части своего тела он показывает очень-очень хорошо. Еще хороший у нас после практически последних сеансов прорыв. У Димы есть трехколесный велосипед. И вот раньше он совершенно не понимал, как на нем кататься, что с ним делать. Все время я его толкала на ручки сзади. А вот буквально последнюю неделю он стал учиться кататься сам. У нас сломалась ручка, и вот он пытался кататься сам, да, умедленно. Я его все время подталкивала. Но буквально после последнего сеанса с Давидом Дима сам сел на свой велосипед. Проехал километров пять до своих занятий. Там закрытый двор, где есть хорошая дорога, но очень много машин, всяких бордюров, блоков. Но покрытие очень хорошее. И вот Дима там катался на такой бешеной скорости. Это надо было просто видеть, как ребенок, как шумахер едет очень быстро. Причем самостоятельно объезжает все преграды, все машины. В общем, он катался на такой быстрой скорости. Это надо было просто видеть. Я просто хотела заснять, не успевала снимать камеру. Бежала за ним, радовалась, плакала. Не знаю, уже ребенок ехал на очень большой скорости. Ну, молодец, маленький шумахер. Вот такое вот у нас было серьезное изменение, серьезная наша победа. Еще один момент, который я хочу отметить в плане изменений, это то, что Дима стал показывать привет и пока. У него не всегда это получается. Там какие-то знакомые подходят, кому-то он показывает привет, пока кому-то нет, я не знаю, как он выбирает. Но все чаще стал реагировать на привет и пока. В общем, вот такие вот у нас замечательные изменения. Всего за три месяца работы Давида. Это очень много, это очень важно. Спасибо вам, Давид, большое за то, что вы делаете. Всем удачи и успехов. Всем до свидания.